Привет, ребятки! У нас сегодня «Чародейки» 10 серия. Очень бодренько мы идём по второму сезону. И я думаю, эту тенденцию будем сохранять. Потому что что? Потому что мир не без добрых людей, которые берут и стимулируют нас в одни приятные места, чтобы мы просто не забрасывали этот великолепный сериал. В прошлой серии у нас Нериса, девушка такая старая и работает исключительно по психологии. Жёстко, не бьёт кулаком. В основном делает какие-то интриги внутри. Я думаю, Нерису нужно поселить в мир великолепного века. Она, думаю, идеально бы вписалась среди женщин. Типа вот змея. И вот я думаю, это просто потрясающий персонаж для этого сеттинга. Но тем не менее, что имеем-то имеем чародейки и новые испытания. Пришло время покарать тех, кто сберёг королеву Элион для трона Алборна и Миродей. Чё? Они защищали её, спрятали на земле. Пусть заплатят. Короче, родители Элион сейчас будут убивать. А за что Мириса мстит, когда нам уже раскроют, что с ней случилось? Мириса, я сказала, да? Мириса. Мириса. За что она мстит? Показательно то, что они неудачники. Знаете что? Они попытались убить и верхушку знать не получилось. Они попытались убить генералов тоже как-то с переменным успехом. Я даже не знаю, тебя захвачены. Тиродеек попытались. Тиродеек такие. Давайте этих орков хотя бы убьём. Хоть кого-то убьём. Пощады им не будет. Вперёд! Швырните этих защитников на колени. Как выманить предателей? Прикольная у неё сила, да? Она, получается, всё оживляет. Даже лаву, не только технику. Она такая позёрка. Она взяла из лавы, создала статую, чтобы своим увольням, которым, разумеется, не стыдно, показать, как выглядят родители Элион. Да? Я думала, она создала монстров из лавы. Эти монстры сейчас пойдут убивать родителей Элион. Из дворца. А никак. Нериса сейчас отвлекается на ерунду. Зачем бить по мелким целям, если нам нужна Элион, а не её свита? Королева слишком сильна. Как же мы... Чтобы покорить королеву Элион, рыцарей мало. Тут нужен князь. Фобос! Чё мы рады? Элион Фобоса! Чё мы рады? Фобос! Он такой... Не знаю, просто хочу. Снова неудачный план. Знаешь почему? Потому что если всё вернётся в Фобос, вернётся и Седрик. А Седрик мне нравился. Подвластны нам и фламя, и вода, и воздух. А это говорящий будильник. Есть одна теория, что это поёт будильник Уилл. Возможно. Я автор этой теории. Возможно. Идите, опровергните эту теорию. А, кстати, ну почему нет? Вполне нет. И полный лихой прибой. Открыть себе таланты. Никогда не поздно. Мы идти готовы в бой. Бойся. Беги, злодей. У нас одна команда. И знаешь, в чём прикол? У Бланка получилось их сфоткать, проявить и вставить в обложку. Да, и что? Ну, типа они смогли его догнать или что-то сделать. Он сбежал, ты понимаешь? Да, да, да. Раз это в заставке. Раз это в заставке, значит, ему удалось. Мы сильны, дружны. Ни дров, ни труда. Спережён наш мир. От зла, от бед. Забеза, креста. У вас волосы, как в кармелии. А у тебя генетически предрасположены так длинные расти волосы? Были волосы посюда. Кстати, есть такая теория, что длина волос, она предрасположена каким-то геном. У меня вопрос. Как волос понимает, насколько далеко он отрос? Вот луковица ему не всё равно? Или она посылает какой-то? Нет, хорошо, допустим, на руках, на ногах они же не могут вырасти волосы вот такой длины. Они определённой маленькой длины. Причём любопытно. Ты когда отрезаешь его, он такой... Он тоже такой... Опять-то это... То есть он понимает, да? Как это работает? И, соответственно, у волос на голове тоже есть определённая длина. Что за магия вообще происходит? Тоймать, объясните мне. Кстати, написали, с чего ты взял, что у Халин не будет таких хвостиков. Откуда эта инстанция? Откуда я взял? Оттуда же, откуда мне и написали, из комментариев. Вы думаете... У вас это показания расходятся. Вся информация, которую я здесь беру, она из комментариев начало берёт. Так что, если что, найдите этот комментарий под, кажется, восьмой или седьмой серией. И напишите этому человеку. А не... Джей значит драгоценный камень. Да, это, кстати, правильный перевод. Ну, состав перевод. Цельный офф Бенстайна. Трилл, что это? Неважно. Отблеск какой-то. Расскажи мне про камень. Что он значил для мамы? Какими были мои родители? Меня... любили? Королева Вейра и принц Эйден больше жизни любили тебя. Ты была жемчужиной короны. А, это её вот как раз родители. А зачем они превратились в людей? Они же орки. Ей привычнее, чтобы было. Она же их 13 лет видела в облике людей. Это они? Мне кажется, да, да, это они. Да, да, это они. Эллион, повзрослей твои люди, твои родители в орки. Ну... Зачем ты вынуждаешь их? Это всё равно, что вот прессинг такой... Ты обязан вот так выглядеть. Ну да. А ну, одевайся вот так. А ну, ходи вот так. Или он, получается, ведёт себя как старый дед. Ну, ладно тебе. Бедная халин. Заказ на дом. Срочный, как обычно. Скорее крути педали. Ах! Привет, я здесь. Наконец! Что вам-то ныть? Вы-то все на отдыхе. А мне тут целыми днями работать. На пляже так скучно. Вот тоска, вылазка с мамой в музей. В горах полно комарья... Ах! Ох, я пахну как фуянк. Я пахнул оде манифик. У меня папина кредитка. Икра восторг. А завтра пилинг с мезотерапией. Не хватает только... Кайба. Пошла ты, Корнелия. Блин, у нее там процедурки. Она в Париже. Посмотрите на нее. Кандибобер наден. Да пошла ты. Как эта арка называется? Как эти ворота называются? Ворота священной войны с угунками. Как называются эти ворота? Я забыл. Триумфальная арка. Надо было догадаться. Пельчишек, вы в своих райских уголках думаете только о следующем свидании. Однажды и ты призадумаешься о первом свидании. Ну, нет. И не думай. Я? Мой Мугугай себя по телефону не доставит. Ну, это миленькое. Да, 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 да. Ну, она типа контроль потеряла над собой. Причем нам так сразу показали. Серия, все, Хайлин, время пришло. Надо заводить парня. Часики дотикали. Потому что у всех он есть. В смысле, а у Ирмы? У Тарыни нет. У Ирмы есть этот персонаж. Да, я его всерьез не воспринимаю. Мне написали в комментариях, что я пожалею об этом. Типа он прикольный. Ну, ладно, окей. Может, он потом в отношениях как-то раскроется. Может, он как-то раскроется. Это было мне не нравится. Хороший семьянин. Я не знаю, может... У Тарыни реально нет парня. Но, но. Возможно, типа, Тарыни не особо интересны. А Хайлин прям хочется. Да ладно. Она же тоже ветреная такая. Ну, она в прошлый раз расстроилась, когда Уилл ей там что-то сказала. Ну, это была не Уилл. Это была квинтэссенция. Как ее там? Нериса. Но есть теория, что это действительно была Уилл. Потому что она не отбросила тень Нерисы. Я не помню, кстати. Но Нериса же отбрасывала свою тень, когда превращалась в девочек. Я не помню. А там... Ну, я не пересматривала, поверю вам на слово. Уилл отбросила свою собственную тень. Поэтому это она могла прийти и сказать... Серьезно? Вот круто. Ну, это теория. Я бы не удивилась. Это может быть просто ляпом. Это может быть ляпом. Ну вот. Уехал. Фу. Хотя, наверное, это и к лучшему. Видней, Тарел. Ты можешь отыскать родителей в своей памяти. Я их вообще не помню. Но помни, Трил. В древнем зале медитации твоя сила погрузит обеих в транс. Открыв тебе ее воспоминания. Это было бы с до... Не в том смысле. Не надо оправдываться. Пусть сердце ведет тебя. Оно приведет меня к вам. Вырастили меня. Я люблю вас. И мы любим тебя, дитя. Такая... И они тут начинают превращаться. Какая-то такая стража. Убейте их нахрен. Интерес к своим родителям естественно. Иди. Возьму. Вау. Какая-то типа это кальянная, типа, да? Ну, реально выглядит как вот эта штука. Тут дым идет. Это меридианская кальянная. Это и есть Седрик. Это был Седрик. Дайте позвольте, деда. Это Седрик, да. Это Седрик. Просто он стал почему-то маленьким. Ну, ой, интересно. А в человеческой форме как он выглядит? Как ребенок? Он, знаешь, такие маленькие дети. Не-не, как этот. Ай, который обратно рос. Ник Войчич? Ты дурак? Бенджамин Баттон. Бенджамин Баттон, да-да-да. У меня кто на крутые силы? Особенно песочник. Мне бесит вот этот дебил с короткими шортиками. А, да, он тупой. Конан-варвара, блин, какой-то. Я не могу... Он реально тупой. Меня больше его прикид раздражает. Я все в страхе от того, что порыв ветра, неудачно поднятая нога. И это ужас. Нет, пожалуйста. Ну, понятно, что эта мультика нам это не покажет. Ну, это протест. Ты пришла, Миранда? Не думал, что это возможно после того, как ты бросила меня в плену? Нет, хозяин. Я собирала силы, чтобы вернуть вас на престол. Охотник, пора! Свобода! Всех освободили? Жесть. Там короткое замыкание случилось. Защитадрик тоже выйдет. Наконец! Отмщение свершится! Отсюда вам не сбежать. Это рок угрозы. Фобос спасся. Значит, Бланка надо в долгий-долгий отпуск. Или копать норкой и уползать. Надо сказать королеве. Увы, сейчас это непросто. Королева сейчас. Мама. Что, мама? Не знаю, Элли, он, наверное, плачет, когда она накуривается. У нее просто эмоции сквозь. Меня развествовали ворки, мама! Зеленые уроды! Королева Элли, он, ваш отец и мать. И вы сами. Элли, он, пожалуйста, проснись скорее. Тыл. Тыл. Твой брат вырвался на свободу. Ты просто расширил свою клетку. И что они откроют решетку изнутри? Песочник! Благодарю за смекалку, Рейтер. Так просто. Так легко. Но это меридиан. Вообще я от них ничего не жду. Нет, ну реально, изнутри нельзя открыть, только снаружи. А песочник может проникать. Как быть с лордом Цедриком? Полагаю, мне следует простить его прошлые ошибки, как я простил твои. А твои я не простил, дорогуша. Нет, хозяин. Уболяю. Серьезно? А что со звуком? Всем славить князя Фобоса! Миранда! Миранда тебе не жалко. Мне ее не жалко, все, она такая. Мне тоже, но я теперь рассчитывала, что сейчас Цедрика вернут. Ладно. Князь Фобос! Князь Фобос! А сейчас идем на дворе. На Вашингтон. На дворец. Он смотрел на меня! Смотрел! Но увидеть, кажется, не сумел. Не будем обращать внимание на то, что и другие люди увидели, как она исчезла и появилась. И появилась, да. Ладно, ладно. Как некоторые нам объяснили в комиксах, точнее, в ожидаемом третьем сезоне, чародейками действительно могли заинтересоваться и заинтересовались органы власти. И, наконец, за ними началось какое-то... Слушай, а разве Халли может становиться невидимой? Это было еще показано? Ты что, постоянно? Да? Да. В новом сезоне, да? Не, ну в новом сезоне они же обрелись силы. И у нее сила невидимости. И у нее сила невидимости. Слушай, я что-то этот момент как-то... Да потому что ты ее не видел, она же невидимка. А, угу. И возникли трудности. Нет, нет, никаких трудностей. Стражницы вне зоны доступа. Итак, поиск, квинтэссенция. Квинтэссенция. Ого. Тарани, мы отдыхаем от цивилизации. Никаких телефонов и техники. Одна природа. Этот ретроград ее отец. Почему ретроград? Ну, потому что вот это вот... А, типа что он древний такой? Собирайся, идем в горы. Ух ты, Вилл, ты посмотри. Да, он шерстяной слишком. Сюзан, Вилл? Ха-ха-ха, ну надо же, какая встреча! А, бросьте. Я что, должна поверить в совпадение? Да, ты права. Не верь. А вы не можете встречаться с моей мамой без вранья? Увы, я... Вилл, солгать было моей идеей. Тебя так злил наш роман. Хотелось бы дождать, как сложится. Да, блин, злить не роман, а то, что ты нечестна с дочерью. Мы поднимали эту тему. При этом требуешь откровенности с ней. Сложилась прекрасно. Не дави на нее. Ну, Уилл тоже слишком жесткая. Но, однако, ее понять можно. Да, понять можно ее, тогда и мать можно понять. А почему она не хочет терять авторитет? Почему нельзя сказать, что я хочу целоваться с подозрительным мужчиной? Ну, слушай, потому что изначально она это в штыки воспринимала. Даже когда мать в открытую приводила этого чувака домой. Ей не нравится. В первом сезоне, да? А, поэтому мать такая, ладно, теперь не буду тебе рассказывать. А, серьезно? Ну, мать тоже тогда можно понять. Уилл была против их отношений? Ну, она, не то, что она, говорю, не встречайте с ним. Ну, по-моему, она была против. Ну, поправьте меня, если ошибаюсь. Но я помню всегда негатив со стороны Уилл к отношениям матери. Если Уилл знает то, что знаю я об этом человеке, тогда да, проблема есть. Но в другом случае-то... Перед началом программы убедительно просим вас отключить пейджеры и мобильные телефоны. Не отключай, Уилл. Вдруг мама решит позвонить. Теперь я точно тебя отключу. Дети, поныряем за ракушками. Вчетвером, всей семьей. Нет, у меня аллергия на моллюсков. С каких пор? С этой минуты. Анонимные аллергики слушают. Наконец-то! Мы никак не дозвонимся Уилл и Таррани. Хайлин, спокойно. В чем дело? Фобоса освободили. Возвращайся срочно. Я, конечно, не прочь вместе с вами сейчас сразиться со злом. Нет, черные сапоги и красные туфли. Но я слишком далеко от вас. Что ты от нас ждешь? Что мы придем пешком? Не знаю. Будьте наготове. Я что-нибудь придумаю. Ох, я ничего не могу придумать. Война сейчас. Все как раньше. Они падут перед мощью князя Фобоса. Скоро дворец будет наш. Никогда! Нет, он прав. Откуда такая армия? Да. Освободили пленных. Нам не показывали такое большое количество заключенных. Ну, не показывали, но они были. Ладно, давайте представим себе. Вот верхушка знати заключена под волшебными прутьями. Где все остальные. Они показали, как поднимаются сверху на канатах. На выделениях. Да, да, да. Но это не верхушка знати была. Это как раз были вот эти орки. То есть это получается бесконечно глубокий туннель. Туннель, да, глубокий туннель, ведущий вниз, состоящий из камер. Мы показывали общий план, чтобы мы поняли, сколько их там было. Нам показывали только вот эту часть, где Фобос. Может, они как просто талибы спрятались в горах. А потом, типа, вот снова, наконец. Мне кажется, реально, меридиан – это местный Афганистан. Тут постоянно происходит смена власти. Постоянно все меняется. Местная боевая точка. Ворона строилась, носили эллион. Ворота не удержаны. Проход уже пробит, князь. Прост, бери войско, держи ворота. Мой князь будет исполнено. Рыцари мои, вперед за князем к нашей победе. А это сидит, челит, блин, вспоминая от детства. Она никак не заткнется. Где же Трилл? Надо сменить пеленку. Я королева, а ты только принц. Действуй. Ваше Величество. Бредь, будь порасторопней, Трилл. Не то наказание будет неприятным. Но я убиралась. Я не желаю слушать. Ой, слушай, она... А нахрена она решила все это показывать, если там вообще негатив один? Ну, просто чтобы она показала, что смотри, какая хорошая. Я была раньше молодая и глупая. А вот сейчас, смотри, какая я все заботилась о тебе все эти... Бред какой-то. По-моему, цель была показать, что вот родители тебя любили больше жизни. А тут родители такие, забери ее, а она меня заболбала. Ну ладно. Фобос? Ах, мой сладкий мальчик. Ну, уйди с ней. А Фобос не орал, да? Не обсирался. У Фобоса не было тех проблем, которые страдают все обычные дети. Любой ребенок, да. Крестьяне ее любят. Но ты, мой сын, истинный наследник престола. Королева сейчас уязвима. Ничего. Галеб уведет рыцарей. А если не сможет... Если не сможем, мы костьми ляжем за нашу дочь. Вот мой трон. Наконец-то. Назад. Встреча с королевой в заветном городе. Значит, моя сестра в подземелье. Но там мне ее не найти за неделю. Она там, внизу? Скажи. Элион в зале медитации. Ему не поймать ее. Можно убить мальчишку, повелитель? Я решу сам. Сейчас мне важнее сестренка. Не, ну как будто это самый мощный замес вообще за второй сезон. Да, даже напряжный какой-то прям. Непонятно, что будет. А что бабка? Куда делась бабка? И вообще, это же не приказ бабки был. Приказ бабки был убить этих. Да, просто они задолбались. Они не понимают ни цели, ни миссии. Этих убей, того принеси. Стыдно. Вам должно быть сытно. Они задолбались. Посмотрите, как Фобос их хвалит. Он постоянно такой, вы мои хорошие. Идемте за мной. Идемте за победу. А бабка их реально шимит постоянно. Ого, бабуля, какие у тебя еще тайны? Их так много не рассказать. Это как переход? Вы перемещаетесь между измерениями. А телепортация – перенос в пределах одного мира. И все стражницы это могут? Конечно, после 10 лет практики. Что? Это уже для меня. Типа, стражницы могут… Нет, нет, нет. Я хочу еще раз послушать это объяснение. Простите меня, пожалуйста. Вы перемещаетесь между измерениями. А телепортация – перенос в пределах одного мира. И все стражницы это могут? Что непонятного? Они перемещаются с помощью сердца Грандакара, с помощью этого рога. Перемещаются сквозь планеты. То есть с одного измерения в другое. А телепортация – это внутри одного измерения. Да, я понял, я понял. Я просто понял, какие механизмы объединяют очень многие мультики с разрезанием. Когда появилось вообще в физике такое понятие, как червоточина или как складка, или, кажется, это еще называется космическая струна, в научную фантастику посыпалось очень много вариантов, как проникать через другие миры и вселенные, разрезая эти складки. А, просто, просто, просто вот, неважно. Конечно, после десяти лет практики. Иначе можно материализоваться в скале, на леднике или в грязевой ванне. Неделю чесалось. Ясно, ясно, но ты умеешь. Так собери стражниц. Я оторвана от Арамеры. Телепортация истощит мои силы. О, Бланк проникает туда, где уже бывал. Он может забрать Ирму. Стойте! Я в контакте с Арамерой. Возьми у меня силу перенести Корнелию и Тарани. Ты как? Нормально. Действуй. Ты тоже Бланк. Попробую вилл найти. Только отдышусь немного. Нет, стоп, стоп. Я всё задавался вопросом насчёт этих измерений порталов. Ты разрезаешь, и получается, что как бы миры наслаиваются друг на друга, да? Разрезая один мир, ты попадаешь в то же место, в то же время, только в другое пространство. Ты не можешь, допустим, открыть одну дырку, чтобы переселиться, допустим, в другую. Вот тот же принцип, как и работая в тёмных началах с этим великолепным ножом. Одно и то же получается. То есть они никогда не могли телепортироваться, по сути. Как удобно, что Чезарфилд, или как он называется, находится рядом с городом Меридиан. Прикинь, как было бы тупо, если бы они открывали портал, а мы бы ещё добираться туда. Идти, идти, лететь и лететь ещё неделями до этого Меридиана. Да. Пора на дело. Окей. Ау, Хайлин, что происходит? А-а-а! Ну вот опять же, вот что сделал Бланк? Я реально не понимаю. Он разрезал пространство в одном месте, переместился на Меридиан, потом пошёл по Меридиану, разрезал там пространство и каким-то образом вытянул Ирму оттуда. Типа того. Поторопись! А как он узнал? А родители старыми такие, дочь пропала. Съели орангутанги. Они в лесу, в джунглях каких-то, не знаю, в горах. А Корнелия вообще исчезла на глазах. А Корнелия просто заблудилась в Большом Новом Городе для себя. Жесть. Эд, почему ты раньше не сказал? Если тебя нет для мамы, зачем я буду подключать подружек? Извини, Хайлин, сейчас буду. Ну я не могу, нормально. Уилл, ты серьёзно? Ну типа, а где гарантии, что люди реально купятся на это? Что люди реально поверят, что это такой прикол, а не что-то сверхъестественное. То есть настолько тупые все, собравшиеся в этом зале, что они проектор не могут отличить от разрезавшегося пространства со всеми эффектами и исчезающие в нём девочки? Этот человек две серии назад устроил скандал со своими подружками, потому что они решили украсить зал с помощью силы чародеек. Я не понимаю, Уилл. Ну это Уилл. Я реально её не понимаю. Она мне нравится, но эта симпатия к ней не объясняет вопрос, почему она такая дву... Как это? Двуличная. Нельзя сказать, что она двуличная. Она одноличная, просто с такими двойными стандартами. Двуличными стандартами, да. Как это неудобно, да? Да вот всё время у тебя вот здесь копошатся. Они у тебя прям, знаешь, как граната у Рэмбо. Так вот утыканы. А мне кажется, он их каждый раз просто создаёт. Да? Он создавать их умеет? У него магия сотворения? Магия сотворения только есть у этой... У него магия сотворения конкретно летучих мышей. Да. А я думаю, что он просто вот их вот в штаны себе насобирал, и они просто... Он специально их дрессирует, они там звереют, с ума сходят от запаха. Да у него их тысячи. Он тысячи не поместится здесь. Он их создаёт, я уверена. Я думаю, что это специально дрессированные на его феромонах летучие мыши, которые готовы ради него убивать. Я не думаю, что он умеет так сказать. Тут нет, тут только... Он обычный охотник. Он вообще без ветви всех своя существует. Пора воссоединиться с роднёй, верно? Не так, как ты думал, Фобос. Тебе пора воссоединиться с клеткой. Ну, надо же, девочки. Искупаем вса! Крем не спекается в стекло. Докажу! Опять? Что? Пыльца нет! Это слишком... Да, пыльца, возможно, от которой начинает всё чесаться. Слишком мило. И она усыпляет. Так подействовало же могло и на мать, а или он? Она убежала бы с ними. А он почему-то решил... Нет-нет-нет, пыльца, я не могу! Что? Каллиб возвращается скорее! Бланк хорош! Пусть погнали. Я всё ещё не в форме. Уничтожь слабое звено, и все прочие падут. Может, ты и враг. Но если я то звено, то ты влип не по-детски, Фоба. Ооо, какая крутая девчонка. Что-то прям жёстко становится, да? Каллиб прям классная. Я ждал этого. Я искренне ждал, когда начнётся что-то более весёлое, чем... Ой, толканье! Да, да, да. Шваряне! Ну, сейчас я тебя чуть не убил. Ооо, сейчас ты заплатишь! За всё заплатишь! Фобос! Как ты смел покинуть клетку? Нет, ты не похитишь мой трон во второй раз! Получай, сестра! Ого, ого, что это? Что случилось? Как-то странно это показали. Ну, понятное дело, что она их победила и заточила всех в клетке. Но только это как-то показали странно. Она их туда перенесла, телепортировала. Типа того. Или это был какой-то эффект? Реально какая-то склейка? Это как склейка скорее. Или он настолько могучий? Вообще, да, нам говорили, что она прям суперсильная, сильнее Фобоса в 300 раз. Ведь он поэтому и хотел забрать её силу, что она там в каком-то зените своей силы будет во время коронации. То есть вы хотите нам сказать, что всё произошедшее... Могло бы не произойти, если бы Элли не... Не находилась в крипе. Да, да, да. Со своей кухаркой. То есть она вполне может победить всех. В том числе этих мстителей. Как прошло? Ох, приятно бить Фобоса! Это победа, Хайлин! Моя? Я еле справилась. Что? Что вообще с тобой? А ты не влюбилась? Что? Нет! Ну, на днях я видела одного... Но это ни при чём. Просто впервые всё зависело от меня. Все разъехались, и я... И ты их собрала. Но с твоей помощью... Чем плоха чужая помощь? Ведь действуя вместе, мы умножаем силу. И свою, и общую. Не знаю. Ты алмаз чистой воды. Пока не огранённый, но алмаз. Когда-нибудь это разглядят и другие. Незонно. А ведь правда, она, получается, первый раз заняла лидирующую позицию. Да, да, мистер Уилл. И у неё это неплохо получилось. Да, Халин вообще классная. Мне она нравится. Не хочу портить такой момент, но мне пора обратно. Я-то при чём? Ой, ням-нямка! Я до сих пор не могу поверить, что это в рамках одной серии произошло. Они так нагнетали, и так вот это вот всё было жёстко. Я бы радовался, сейчас начнётся снова переворот. Да, махач какой-то будет. За секунду всё решилось. Ну окей, ладно. О, какой амулет. Королева Элион, что не так? Почему вы всё время лгали о моих родителях? Что? Элион, мы ни разу... Как вы можете говорить? Вейра и Зейден были ужасны. Они не любили меня. Мама вас любила. Оставила вам камень. На, забирай. Он мне не нужен. Она подослала ей ложные воспоминания. И он на самом деле реально... Я говорю уже, это странно. Блин, как я не догадалась. Это реально странно, потому что эти её псевдородители говорили, что настоящие родители тебя любили, и мы сейчас тебе это докажем. Ну, типа поместив её в эти воспоминания. А в воспоминаниях оказалось, что всё наоборот. И это Нериса приняла облик этой служанки. А возможно, вообще всё это время была этой служанкой. Вот, я пытаюсь понять. Я помню, в первой серии что-то с ней было какой-то там... Да, да, мы всегда её в чём-то подозревали. Так это всё время был клоун Нерисы? Это всё время была Нериса? Моя сила! Что ты сделала? Этот кулон, подлинный камень из королевской короны, впитывал твою силу много месяцев. И он сыграл свой рай. Ты лжёшь. Камень мне дала Трил. Где она? Нет, никакой Трил и не было. Я служила тебе, как прежде. Служила Фобосу, смиренно ожидая этого дня. И он наступил. Сегодня камень засверкал. Он напитался. Значит, время пришло. Рыцарем Стивили выполнили задание. Какая хитрая бабка! Ах, нет. Она реально всё это время служила Фобосу, потом Эллион. И никогда не было этой тётки одуреть. Я теперь всех буду подозревать. Ну, вот таким ходом... Ладно, она прикольная, эта ваша Нериса. Потрясающе. Серьёзно, это самый мудрый, продуманный персонаж. Оставалось лишь убедить тебя добровольно отдать камень. Для этого я внушила тебе ложную память о родителях. Колдунья! О, смадянка! Сердце меридиана моё! Охренеть, Эллион теперь в этом камне. Трэш! Это трэш! Ничего себе! А вот это классно! А вот это мне нравится! Чем мы занимались вообще первые девять серий? Нет, они подготавливали нас к этому. Вообще круто, потому что она настолько была продуманной, что настроила своих же вот братцев, которые там она опять освободила. Она знала, что они конченые, ультраправые. Вы же за Фобосы считаются ультраправые, да? Они будут стараться вернуть своего хозяина. Давал им какие-то непонятные задания. Вам не стыдно? Вы какие-то куски говна. Они такие, да как так? Все получается, как она и хотела. Я прям восторг, что это ультраправил. А она, получается, против и Фобоса, и Эллион, и вообще всех. Это кайф. Да, ей, по сути, все равно. Что за тетка вообще? Там, наверное, была какая-то история. И теперь все эти Мстители тоже за решеткой. Они теперь ей нахрен не нужны. Блин! Прикол. Все получается. Да. Пишите, напишите, пожалуйста. Все, пишите. Пишите, что думаете. Что хотите, пишите. Что хотите, то пишите. Серия крутая. Ладно, посмотрели. Спасибо большое, что были с нами, посидели. Ставьте лайки под обязательно чародейками. Обязательно именно только под ними. Потому что что? Потому что Ютуб начинает сходить с ума, когда вы себе ставите лайки. Как у такого маленького канала столько много лайков? Так не работает. И он начинает просто рассылать это всем. Даже вашим родителям. Где вы сидите? Вот сап. Просто рассылка. Все, пока, ребятки. Будем смотреть дальше. Пока, пока.